Всем большой-большой привет, дорогие мои ребятушки. Желаю вам хорошего понедельника. Хотела сказать добрый день, но день совсем не добрый. Сегодня какой-то, говорят, понедельник день тяжелый. Ну, что-то прям чересчур тяжелый. Да, что все мы с вами новости смотрим. Что в Ижевске, да, правильно я говорю? Может, я уже неправильно говорю, ребят? В школе произошло, да, столько погибших, раненых. Совсем люди с ума посходили. В Рязани парнишка облил себя бензином и поджег с криками, что он не хочет уходить на фронт в военкомате. Забыла название, какое-то усть, какое-то двойное название. Вы, наверное, знаете, да? Взял и застрелил военкома в упор. В общем, какой-то день сумасшедший сегодня. У нас очередная партия ребят уехала защищать нашу Родину. Сегодня были опять проводы. Военком провожал. Батюшка молитву читал. Ой, завтра опять проводы. И послезавтра опять проводы. Получается, что каждый день кто-то уходит. В воскресенье и в субботу, по-моему, было такое небольшое затишье. Никого не отправляли. Мушенков. Я. Гоголев. Я. Вагнелин Вячеслав. Я. Вагнелин Игорь. Я. Доргер. Я. Резюльчик. Я. Пепсия. Я. Медленко. Я. Лапут. Я. Лёха, поехали. Матросов. Я. Наместников. Я. Орлов. Я. Пепсия. Я. Савостин. Я. Может быть, если неправильное ударение, то мы говорим. У него полно. Я. Дроченька. Я. Дроченька. Я. 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 Значит, слушай, пожалуйста, внимательно. Каждый находится около своего автобуса. Вы, соответственно, в этот автобус, вы в этот автобус. Ваши документы будут у старших, у сопровождающих. Сопровождающих работников. Вы спрашиваете про Диму. Мы пока ждём. Ждём, ребята. Вот сегодня Дима в ночь пойдёт на работу. Посмотрим им повестки. Если дневная смена, то выдают вечером в конце смены. А если ночная смена, то выдают утром после окончания рабочей смены. Так что будем знать только завтра. В первые дни, господи, где-то 21-го выдали повестки прям большому количеству человек. 22-го выдали где-то 8 повесток. И 23-го 4. Но это я говорю только про Димину смену. У нас же смен очень много. Не знаю, сколько смен. Брать не буду, но смен много. То ли 6, то ли 8. Ну и цехов очень-очень много разных, совершенно разных. Кто чем занимается, кто вывозка, у кого дробильня, у кого ещё что-то. В общем, вот так вот. Грустно, очень-очень грустно. Но никуда от этого не деться. У нас ребята-карелы очень ответственные, очень спокойные, уравновешенные. Я смотрела видео, как провожали ребят из России. Видео выставляли на Ютубе. Там уже не успев сесть в автобус, уже все такие подвыпившие, весёлые. У нас ребята очень дисциплинированные. Ни одного пьяного человека. Все прекрасно понимают. Это хотя бы успокаивает, что не шаляй-валяй. Надо, конечно, ко всему отнестись с полной серьёзностью и ответственностью. Вот, сейчас погуляем. Зайдём на почту. Мне пришла посылочка от моей подписчицы. С вами будем вместе распаковывать. Провожу Диму на работу. И потом уже спокойненько сяду с вами. Дальше продолжу разговаривать. На улице у нас сегодня плюс 7 градусов. Ветра нет, дождя нет. Вчера мы, конечно, попали с Димой под дождичек. Немножко промокли. Но ничего страшного. Всё, маршируем, ребята, дальше. Время уже пятый час. Так что нам на прогулку осталось совсем немного времени. Мы уже, ребятушки, дома. Сегодня мы прошли мало. 5 километров всего. Но торопимся. Время уже полшестого. Сейчас Дима перекусит и поедет на работу. Всё. 8 тысяч 300 шагов, по-моему, мы прошагали. Всё, зашли на почту, получили посылочку. Сейчас будем с вами распаковывать. Вот она, наша посылочка. Которая проделала огромный путь. Почти через всю нашу огромную страну. Эта посылочка проехала, ребята, 8 тысяч 434 километра. Вот так путь. Сейчас такие сложные, короткие, ребят. Не могу понять, где начало, где выход. Вот это начало. Сейчас будем с вами раскрывать. Ой. Чим-чим. Васаби-паста. Для суши и роллов. Спасибо. Так. Что-то у нас непонятно. Сейчас откроем, ребят. Здесь, ребята, кедровые орешки и кедровые шишечки. Как интересно. О, это же кладезь полезных витаминов. Спасибо огромное. Огромное-огромное. Будем пробовать. Так много еще в пакетике. Смотрим дальше, что тут еще. Оленина тушеная. Еда для сильных людей. Вот так вот. 338 грамм. На первом месте в составе оленина. Вот так вот, наверное. Очень хороший продукт. Ой, спасибо. Будем пробовать. Картошечку потушим с олениной. Обязательно. Беринг. Тунец с кусочками в растительном масле. Спасибо большое. И тунец обязательно попробуем. Так. Мячик. Мячик, ребятки. Наверное, тошенький мячик. Так. Ой, ой-ой-ой. Пакетик порвался. Сейчас, ребята, достану. Ох, сколько тут всего. Что это такое? Гематоген с кедровым орехом. Дополнительный источник железа. Вот ничего себе. Какой интересный. У нас такого точно нет. Нет, у нас такой не продается. Спасибо большое. Да еще и так много. Вот те на объединиться гематогенчиками. Ой, тут, ребята, еще, еще. Смотрите, как много. Ух ты, сколько гематогена. А тут что-то завязано. Сейчас, ребятки, открою. Посмотрю. Сейчас, секунду. Чулки компрессионные до бедра с открытым. Мы с ком. Мы с ком. Ой, читаю я, ребят, капец. Как будто в жизни в школу не ходила. Вот что значит слепая. Нет, ребятушки, там не чулки. Там что-то другое. Сейчас будем смотреть. Ребята, вот в этой коробочке был вот такой вот. Ну, это, наверное, лось. У лося вроде бы такие рога. У оленя тонкие, развлитвленные. Насколько я знаю, у нас по Карелии. Здесь небольшой, такой совсем, вот такой крошечный будда. А, и здесь такая, знаете, маленькая, ой, миниатюрная такая собачка. Она такая мягенькая. Вот такая вот собачка. И вот здесь, представляете, монета, сертификат подлинности. Петр Великий, 350 лет. Вот она, монетка. Я ещё её оттуда не доставала. Вот такая. Первый император России. Это же вообще. С ума сойти. Это же с ума сойти, ребята. Такая монетка. Написано покрытие и чистое золото. Проба 999. Вес 15 грамм. С ума сойти. Обалдеть. У меня нет слов. И ещё. Вот тут один очень лёгкий пакетик. Сейчас посмотрим, что здесь. А в этом, ребята, пакетики была манишка. Вот такая вот мягкая, мягкая. Очень приятная. Толстая. Прям такая на суровую зиму. Написано. Сделано в Монголии. Опять из яка. Из яка. Ой, это, наверное, уже нацепила от пакетика. И вторая манишка. Вот такая тоненькая. На весну. Весна, наверное, осень. Ну всё. Теперь у меня шея будет закрыта. Вот такая посылочка, ребята, получилась. Пакетики всё убрала. Огромнейшее, огромнейшее спасибо. Отправительница предпочла остаться инкогнито, скажем так. Но я очень-очень благодарна и признательна. Спасибо огромное. Будем кушать орешки. Наслаждаться вкуснятиной, гематогенчиком. С тушёнкой обязательно что-нибудь приготовим. То нет, съедим. Ой, спасибо большое. Горлышко будет в тепле. Желаю крепкого-крепкого вам здоровья. Спасибо ещё раз. Прям огромнейшее спасибо за такую замечательную посылочку. Видно, что собрано с душой. Огромное спасибо от чистого сердца, крепкого здоровья. Вам и вашей семье. Чтобы в такое сложное время у всех, ребята, было дома всё хорошо. Спокойно. Сейчас вот нам нервы как никогда нужны. Трезвый ум нам сейчас очень нужен. Да, чтобы не было паники в такое сложное время. Вот, ребята. Вы все спрашиваете вот про Диму, что, как. Мы сами ничего не знаем. Мы каждый день ждём. Ждём. Как только будет повестка, так сразу. В общем, военком наш объяснил так, что нужно быть готовым ко всему. Может случиться по-разному отправка. Могут выдать повестку и, допустим, через три дня ты только уезжаешь. Могут дать повестку, что ты уедешь в этот же самый день. Вот, допустим, тебе выдали утром повестку и ты вечером уже уезжаешь. Или, может быть, так тебе вечером на смене выдали повестку, и ты утром уже уезжаешь. Поэтому сказали, чтобы не было это так спонтанно. Конечно, все мы уже сейчас всё понимаем. У нас в городе каждый божий день отправляют ребят на вот эти вот курсы подготовки. Обещают, что курсы будут 30 дней на подготовку. Отправляют в разные части. Отправляли в Санкт-Петербург, отправляли в Псков. В общем, я так понимаю, что отправляют в разные части. Скорее всего, ребят группируют вот так вот сразу партиями по специальностям. По той специальности, какая написана в военном билете. Но это лично моё такое мнение, потому что вот в разные направления у нас отправляют ребят. И вот сказали, что нужно быть ко всему готовым. Нужно приготовить вещи. Самое необходимое. Вот мы вчера с Димой прошлись по магазинам. У нас всего два магазина таких, которые более-менее подходят. По этому плану такие, знаете, охотнические, рыбацкие. Есть у нас партнёр и есть у нас охотник. Но мы с Димой прошлись, ничего такого вот не насмотрели. Нужно хорошее термобельё, чтобы оно быстро на тебе сохло. Нужны термоноски. Нужны тактические ботинки, тактические перчатки, тактические очки. Ну, шапка, перчатки, носки шерстяные, это понятно. Значит, потом нужен какой-то нож. Забыла, как он называется. Ну, типа перочинного ножика. Фонарик нужен с собой. Обязательно своя железная кружка, ложка, тарелка, миска. Списки разные, знаете, вчера прислали одноклассники списки, которые выдают в Петрозаводске. Там вообще вот неведомому человеку можно, знаете, схватиться за голову и биться головой об стенку в панике. Ну, это я так образно говорю. Потому что там написано, что и бронежилет нужны, и газовая горелка нужна. И, ой, чего там только, там такой огромный список, и, господи, боже мой, спальный мешок нужен. Ну, и много-много-много-много-много всего. Хотя вот нам сказали, что нужно наоборот, как бы вот всё так упаковать, чтобы всё влезло в один рюкзак. Рюкзак должен быть на 60, по-моему, если не путаю, ребят, по-моему, на 60 литров должен быть рюкзак. Ну, вот так. Я вчера зашла на Озон, ребята. И вот пока только накидала в корзинку. Самое такое необходимое, одну пару термоносков. Хорошие термоноски стоят дорого. Вообще дорого. Я даже, знаете, когда ты с этим не сталкиваешься, ты не знаешь вообще цен, что, почём, что, сколько стоит. Самые такие вот, не знаю, даже недорогие, ну, там от 500 рублей до 1000 рублей пара носков. Именно вот этих вот термоноски. Потом вот термобельё от 2800 до 6000. Выбрали мы с Димой такое среднее. Мы смотрели вместе по отзывам. По-моему, 3 с чем-то. 3-400 или как-то так. Тактические перчатки вчера закинула в корзину. Сегодня, смотрю, уже всё закончилось. Уже раскупили тактических перчаток. Нет. Тактические очки мы так и не выбрали. Не знаю. Но всё дорого. Вот, знаете, такое ощущение, что кто-то работает, вот на этом спекулирует сейчас, в данный момент. Потому что с магазинов пропало всё. А вот в интернет-магазинах всё дорого. Тактические ботинки тоже. Вот Диме закинули 2 с копейками. Но вот надо, чтобы они пришли померить. Не знаю, успеет ли. Я Диме говорю, ты не переживай. Если что, всё это возможно отправить обратно. В плане того, что если вдруг его заберут, а посылка ещё не придёт. Вот так. Как бы вот самое необходимое, надо уже покидать в сумку, чтобы было готово. Дима только это переживает, что он говорит, может, вот я приду завтра, мне уже дадут повестку. И всё, а утром я уеду, и как бы ничего у меня нет. Ну вот так. Ну я думаю, как бы в наших вооружённых силах, наверное, уж не оставят раздетого солдатика. Наверное, уже что-нибудь-то дадут. Но самое главное, конечно, это подобрать хорошую обувь. Потому что, ну вот сколько я слушала на телеграмм ребят, военнослужащих, все говорят, что тысяча процентов это зависит от того, какая у тебя обувь. Потому что маршировать надо очень много, очень много передвигаются ребята. Поэтому вот в первую очередь термобельё, термоноски, шапка, обувь, перчатки. Вот это самое-самое важное, что нужно. Ну и, конечно же, еду надо с собой брать. Вот как нам сказали, что от суток до трое суток, чтобы вам хватило что-то поесть там. Ну тушёнку в основном, тушёнка, ветчина, вот что-нибудь такое. Вот, ребята. Так что, да, конечно, волнение есть. Ничего не могу сказать. Я переживаю, очень переживаю. Родители переживают. Дима и сам переживает, наверное. Но он у меня, ещё раз скажу, что он у меня вот такой вот, знаете, он всё в себе. Не проявляет никакой паники, никакого волнения. Он, наоборот, всех нас подбадривает, что всё хорошо, все мы обязательно вернёмся. В общем, вот так вот, ребят. Так что, вот, рассказала вам, как на сегодняшний момент обстоят дела. Все ждём хороших новостей. Ещё раз говорю, что может, всё-таки, может быть, главы стран сумеют как-то урегулировать вопрос. Все мы уповаем на Бога, молимся и надеемся, конечно же, на лучшее. Простите, сегодня видео такое длинное. Но вот как есть, так есть. Всех целую. Всех обнимаю. От меня вам тёплое-тёплое сердечко. Девочки, держимся. Стараемся совладать с собой. От нас зависит спокойствие. Мы должны вести себя как можно умиротворённей. Никакой панике не поддаёмся. Всё будет хорошо. Мы должны... Теперь мы должны поддержать своих мужей, детей, братьев, племянников. В общем, от нас должен идти позитив. Ни в коем случае ни слёзы, ни истерики. Такое у нас тоже случается. Всё. Всех целую, всех обнимаю. И надеюсь, увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»